Соседей кто-то видел? Никто не видел. А, вы один только? Один только, да. Гаптель Япар Юносов – единственный житель Верхней Юратьмы, который на протяжении уже двух недель наблюдает в ночном небе подозрительный объект. Дедушка уверяет, по виду это звезда. Но по движению разведчик иностранный, а может даже инопланетный. Может, это просто какое-то аномальное явление или самолет? Я тоже подумал, что самолет быстрее летает. А вертолеты тоже так не ходят. А это ведь просто, ну, как ни говорить, все равно подозрительно показалось мне. Они подделывались под звезду, и чтобы никто не обратил внимание. Вот чем секрет. Они не наполнены, наверное, но черт становится. А может, не другие нашей страны. Опасаясь за страну, бывший порторг сообщил о своих подозрениях в экстренной службе спасения. Те звонок приняли, но с проверкой не приехали. Скорее всего, не приняли всерьез. Кстати, 45 лет назад коллеги Юнусова по партийной школе, его слова о странных тенях в столовой, также посчитали за плод фантазии. А это было ограбление. Когда торжественное участие, мне вот эту грамоту дали. Ну, вот я вот читаю, за проявленную бдительность, да? Да, да, да. То есть вы еще с молодости бдительные были? Да, с молодости такая. И сейчас такой же, сейчас всегда. Мимо не прохожу я. Если что вижу, обязательно зафиксирую. Скоро бдительный пенсионер отмечает 70 лет. На здоровье не жалуется. И предугадывая пересуды, заявляет, с головой у него все в порядке. Весь об инопланетном визите разлетелась по деревне со скоростью света. Реакция людей разная. Одни соседу верят, другие – не очень. В Сфаховале, она видела только, и мама моя видела, в Нижнекамске между двумя и тремя часами ночи. Что вижу? Всегда около красного ключа, над красным ключом, вот эти вот огни, примерно под тарелочку нашу маленькую. Светящиеся, да? Светящиеся. То есть вы верите? Они выдвигаются. А сегодня будете смотреть с соседом? Можно, конечно. Если денег привезут, поверим. Новость о том, что уродьма уже вторую неделю находится под пристальным вниманием инопланетной цивилизации, главу поселения по меньшей мере обескуражила. Первый раз я слышу, чтобы было такое, что инопланетяне в верхней уродьме не знают. Для меня это, конечно, новость. Вот он говорит, каждый день можно наблюдать. И во сколько это он видит интересно. Вот с 11 до рассвета. Нет желания посмотреть теперь? Придется, наверное, сегодня этот посмотреть, понаблюдать. Если дождя не будет, будем наблюдать с 11 до утра. Не спим. Понаблюдают за сегодняшним ночным уродьминским небом и школьный учитель физики. Возможно, она и приоткроет завесу этой тайны. Инопланетяне это или природное явление? Наталья Лушникова, Рафаэр Акипов, Новости НТР. Рафаэр Акипов, Новости НТР.